Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 июля, я продолжаю описывать, делать видеообзоры сортов, которые у меня в сибирском регионе, в Алтайском крае, поспели на этот период в открытом грунте. Если до этого я ходила по теплице, теперь я вот хожу по огороду. Поспели на этот момент штамбовый засолочный, поспел гном, розовая шемчужина, пиноккио и, конечно же, ренет. Ренет, забыла еще, Атаймыр и, конечно же, ренет. Про ренет я хочу сказать отдельно, потому что я в прошлом году делала более подробный видеообзор про него и нынче, потому что это вот такой ультраскороспелый, морозостойкий сорт, который может выручить тех людей, у которых вообще такой регион проживания, где нормальные томаты вырастить невозможно. Нормальные, то есть крупноплодные, которые долго формируются, долго зреют. Вот ренет, он такой неприхотливый. В прошлом году, если кого-то интересует этот сорт, у меня есть видео, как он у меня подмерз, верхушка вся обмерзла, у нас постоянно же весенние заморозки, я его высадила рано, он подмерз, потом листья эти все засохли, верхушка, через пасынки опять оброс и дал мне урожай, я вот здесь показывала, как грядка была вся-вся-вся усыпана томатами, прям несколько ведер отсюда сняла. Нынче я высаживать его рано не стала, чтобы он лишний раз не подмерзал, тем более для получения раннего урожая у меня есть теплица, вот эти ренеты я выращиваю, это чисто для получения семян, но несмотря на то, что я его посеяла поздно в апреле и высадила тоже нынче позже, он уже поспел, ну как не поспел, а начинает созревание. И вот люди, которые в том году покупали, у меня семинария нет, а вот женщина тоже писала, высадила рано, он у нее весь обмерз и начал уже обрастать, ну когда она мне писала, он начал обрастать, то есть он способен после подмерзания восстанавливаться, продолжать свой рост и плодоносить. Вот эту грядку я сейчас вам показываю, они у меня вот так были стоя посажены, вот это у меня квадратный метр, ровно как раз метр, я показывала, как можно загущенно выращивать этот ренет, вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, вот тут у меня, по-моему, двенадцать кустов на квадратном метре, это для него нормально. Он стоя вот так стоял, ой, сейчас покажу, он стоя вот так стоял, но так как я его выращиваю без подвязки, безо всего, когда у него вот это вот обилие плодов начинается, тяжесть же, вот даже тяжело держать, и ветры, когда у нас начинаются ураганные ветры, как были вот последнее время, он обязательно в какую-нибудь сторону ветер его уронит, поэтому я принудительно сама вот сюда их наклоняю, друг за другом, следующую, следующую, и вот эти, которые еще стоят, я их высадила позже, я их тоже буду вот так прям руками специально чуть-чуть направлять, чтобы показать им, в какую сторону им надо падать, ветер все равно их свалит, потому что вы видите, столько плодов, эта тяжесть очень большая для кустика, и он обязательно обвалится, я их вот так сейчас все уложу, вот они у меня будут лежать, они постепенно будут формироваться, наливаться, к концу лета листики, конечно, все засохнут, я их уберу, и вот тут будут лежать сплошные голые томаты, про это видео уже есть, все это уже было, просто я тем, кто у нас добавился, кто в прошлом году не смотрел, ни ренет, ничего, если у вас короткое и холодное лето, если у вас нет теплицы, нет никаких условий для выращивания нормальных, толстых, таких мясистых томатов, или, например, маленькая теплица, вот эти томаты, ренет, могут вам и сформировать плод, и вызреть в открытом грунте, и что самое главное, дадут стабильный и обильный урожай, независимо от погодных условий, холодно или жарко, томатики у них, плоды не очень большие, в том году градом большие томаты побило, эти томаты даже не пробило шкурку, все остались совершенно целые, ну как хонопушки на них появились, их можно кушать, конечно, они немножко, наверное, с долей кислинки бывают, в таких холодных регионах, если мало солнца, но вот нынче, я думаю, даже вот эти скороспелки будут у нас, ну, крас... сладкие, потому что много солнца, вот, их можно и в салатах кушать, я думаю, ваши дети, если первые помидоры, они всегда самые вкусные, и они не будут говорить, ой, что-то невкусные помидоры, иногда люди рады и таким маленьким, и мелким, не надо пренебрегать вот этими сортами, тем более, они очень благодарны, отдают нам урожай, и в холод, и в жару, и в зной, их можно солить, можно консервировать, или когда пойдут, если крупные томаты, можно на лечо, на всякие различные переработки, вот это неприхотливый, их не надо посынковать, их не надо подвязывать, я вот уже показала, как я их заваливаю, вот это неприхотливый, ультраскороспелый, с коротким сроком вегетации, урожайный, дружно отдающий свои плоды, сорт Ринет, с вами была Ольга Чернова, Ринет, который поспел в открытом грунте, все, ой, не тот показал, вот поспел. Субтитры создавал DimaTorzok